МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделаем фасовку любого размера от килограмма 3, 5, 15 и 25 кг. Это оборудование способно фасовать, тарить и само улаживать на палет. Уникальная для нашей краины и суместная распроцовка белорусских и голландских навуковцев. Она дозволяя подтримливать необходную температуру, сховивши без специального холодильного обсталявания. У компьютера вводятся потребные для захования садовины и городиной температурные параметры, и система самостоянно их подтримливая. Дякуючи тому, что сельско-господаршая продукция заховывается у идеальным выгляде, пыли на бытие затекавлены замежные импортеры. Так, зараз 70% мясцовой городины продается замяжу. У Россию, Молдову, Украину, Сербию. Худко будет заключенный договор и с Польшей. Олегалоны – забеспечить свой регион, а Яше – привавливать покупника презентабельным внешним выглядом плодоогородненной продукции. Рынок диктует свои условия, да, и производители переходят на поставку продукции, полностью подготовленную к продаже в торговую сеть. Что это имеется в виду? Мытая, калиброванная, расфасованная. Мы видим с вами, что поступает картофель чищенный, да, поступает готовая к употреблению уже свекла, да. То есть на сегодняшний день это следующий этап в обеспечении внутреннего рынка овощной продукции. И, в принципе, вот этот вопрос закладки, он актуален, потому что это продукция сезонного производства, и, соответственно, должна иметь условия для хранения, и мы должны иметь объемы для поставки этой продукции в течение всего года. Сироты, кто займается вырошиванием садовины и городнины в промысловых масштабах, все больше фермерских господарок. И частей за всеми на Витаяны распрацовывают маркетинговые решения для продажи продукции в больших объемах, а затем их переймают державные колгасы и комбинаты. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Валерий Гапанько, телеродо и компания «Гумель». Сегодня означается Международный день инвалидов. Он был обвешен и ен-ассамблея ААН в 1992 году. С мытой саденешине интеграции людей с обмежеванными макшимостями у житёх громадства. У Гумельска в области сегодня проживая каля 83 тысяч людей за инвалидностью. Отшиваясь обея пауновартосными членами социуму, им допомогают дел у районных организациях Белорусского товарыства инвалидов. На Гумельска не таких налишивается 19. Их работу в свою чергу координуя отповедная областная структура с допомогой мясовых улад и территориальных центров социального обслугования насельництва. Сегодня с нагоды Международного дня инвалидов у каждой районной организации пройдусь урочистые доброчинные мероприемства. У знаковых год 70-го, где перемоги протягивают, гушать особливые слова в падзяки тем, дякуючи кому мы отзначаем черговую великую годовину. Были выпущены специальные юбилейные боевые узнагороды и не только в Беларуси и России. Медаль Шехии за перемогу в Другой Сосветной войне отримал ветеран, уроженец Мазырского района Сергей Андреевич Машкоу. У Слободской больницы незвычайные гости, причем при полном параде. Мета-визиту вельми урочистого уручения мясцовому пациенту, ветерану Сергею Андреевичу Машкоу у знака роды Шехии. Гэта черговая дяку за великую перемогу. Приказом министра обороны Чешской республики вынаграждаетесь медалью 70 лет окончания войны. Западная Украина, Чехосанакия, Янграя, Австрия и Берлина. Сергей Андреевич скончил всего пару классов. Географию выучал не по книжках и картах, а подчас вызволения света от немецких фашистских захопников. Воин-пераморцы сдался только в прошлые годы, да и то перед суперниками, с которыми никто не может уладать, взрослым и хворобой. Шерхового узнагорода додалает равную силу бадёрости. На жаль, с каждым годом становится всё меньше людей, которым мы обовязаны, будучи не под мирным небом. И тому так важно выказать им подяку, пока ульяны живые. В год 70-летия окончания Великой Отечественной войны указан президентом Республики Беларусь. Все ветераны были награждены медалью 70 лет окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 год. Также поступили медали из Российской Федерации, от президента Российской Федерации. И поступают медали из стран бывшего содружества. Вот на сегодняшний день это медаль от Чехословацкой Республики. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Сегодня отбудется выездное посяжение президиума Гомельского областного отделения громадского объединения «Белорусский союз Жанчин» в Добрышском районе. На парадку дня – взмацнение роли семьи в духовном выховании подрастающего поколения. С пошаткой у дельницы посяжения сустренутся с керавництвом района, а после шага наведают широк предприемств и установ. Усе потребности в наших наступных выпусках новинов. Зусім недавно Гомельская центральная городская библиотека имя Ерцина вырешила здявить своих наведовольников и запустила у стенах установы захопляльный литературный квест «Антыутопию». Зараз она обвестила конкурс на левший выник прохожения интеллектуального лабиринта. Гэта незвычайный забавляльно-аддукацинный проект «Прыгудницкая гульня» – основная задача у дельников, якой – знайсти выход с закрытого помешкання. Тут размещены девять локации у кожной своей уникальной заданни. У метах безопасности у дельников постоянно сопровожает супрационник библиотеки. На проходжение квеста дается одна година, а по вынику уличывается худкость переодоления усих пирожкот. На этом тыдне в ушнями середней школы номер 44 имя Миколая Лебедева был поставлены первый худкостный рекорд. И он склав крыху больше за 40 хвилин. Мне понравилось, что разрисованы стены, разные устрашающие знаки, то висельница, то надписи страшные. Когда нам просто говорили, нам говорили квест, но мы думали, что мы будем в одной комнате искать и выходить. А тут целый лабиринт с загадками. У целом литературный квест у стенок Гомельской центральной городской библиотеки имя Ерцина уже поспехово переодолили больше за 10 команд у дельниц. К обзнасти выход им спотребилися кемлевость, оперативность и умение працевать у команде. Треба означать, выники конкурса будут подведены у концы Снежня, и команда Пераморца отримает приемные призы. У Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина прошла тематичная акция для молодей СтопСНИД. И она была организована суместно с упрацовниками культурной установы и чигуношной районной организации Белорусского товарыства «Червоного крыжа». Подчас проведения акции молодь змогла ознайомиться с корыстной литературой и информационными буклетами, размешанными на специальной выставе. Доведаться больше об захворывании на ВИШ-СНИД и той профилактичесной деятельности, якая проводится у гэтым на прамку районными организациями Белорусского товарыства «Червоного крыжа». Так само, подчас акции, ребята приняли удел у анкетовании и тематичной викторыне на ведание основных аспектов, які тышатся гэтага небезпечнага захворывання. Дарайше подобные профилактичесные мероприемства у Гомели ладятся регулярно, и, як показывая практика, яны з'являются актуальными и корыстными не только для молодей. В городе, в магазинах мы проводили эти акции и удивились, что не все люди осведомлены о ВИЧ-инфекции и о путях заражения. Причем молодежь достаточно активно и знает пути заражения, а взрослое население, в общем-то, при этом анкетировании плавали в ответах и, в общем-то, считают, что они безопасны и угрозы для их здоровья нет. Это было удивительно для нас. А молодежь обучена и достаточно грамотно отвечает на вопрос, с удовольствием принимают участие, как и волонтеры, так и просто население принимает участие в наших акциях, отвечает на наши вопросы. У Гомельским Палацево-Парковом ансамбле открылась выстава квеста у гостях у Казки. Гэта уникальная интерактивная экспозиция будет текавая усім – малышам, детям школьного взрослого и наводорослым. У каждого из нас живет дитя, якою мараць опынуться в свете вядомых казок, мультфильмов или киностужек. Пережить незабывные пригоды с их любимыми героями зараз можно у Палаца Румянцевых и Паскевичау. Вероника Ворошилина с уражениями Адубачинага. У залах Палаца Румянцевых и Паскевичау зараз под одним дахом мирно соседничают герои вядомых советских и замежных мультфильмов казок и киностужек. Гостей выставы сустракают «Заяц и волк» у Знупа Гадди, «Доктор Айболит», «Кашени Смяоротный», «Бабы Яга», а так само сосветно вядомые персонажи кассовых фильмов «Пираты Крыбского моря» и «Аватар». Фрагмент «Каски, червоная шапочка» и «Алиса, украине цудов», как и все остальные уникальные экспонаты, привезенные у Гомель из Санкт-Петербурга, переносят на ведвольника уча ровный свет детинства. Мне понравилась эта выставка, я увидела многие экспонаты, они были из разных мультфильмов, это помогло мне окунуться в детство. Здесь мои любимые мультипликационные герои, в том числе Губка Боб, Смешарики, Бэтмен. Мне очень нравится эта выставка, вспомню свое детство, все, что было в моем детстве. Отправиться у «Заимальное подороже» у свет детинства на выставе «У гостях у Каски» дозволяются не только яркие и притягальные экспонаты, а и добрые детячие песни советских мультфильмов, которые тут гучают. Одновить в памяти любимые мультфильмы и «Каски» на выставе так само можно, поглядевши их в специально обсталеванном музейном покое. Тут же можно перенести в образы дорогих сердцу героев на папиру, скорыставшися при этом розноколеровыми алоуками, ручками и размалевками. Подрихтованными супрацовниками Гомельского палаца в апаркового ансамбля. И самое головное на выставе «Няма обмежаванья» для аматоров фотографовать свои наибольшь яркие, житевые моменты. Каждый ребенок, который посещает эту выставку, он может пофотографироваться с персонажами. Они более для него доступны. У нас зоны для фотофиксации буквально повсеместно. Окунуться в незабывную атмосферу «Каски» и побывать у кадров популярных кинофильмов у Палаца Румянцевых и Паскевича можно до середины лютого. Организаторы «Невыпадково» обрали для проведения выставы у «Гастях у Каски» зимовые месяцы, які супроводжаются новогодніми и калядными святами. Бо гэта час цуда и чарауництва для детей и дорослых, что зрешты з'является и головной концепцией экспозиции. Вероника Ворошилина, Ихра Марышчанка, телерадеокампания «Угомель». И на гэтом паколюсё за развитём падзей сашыте по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повашения. Редактор субтитров А.Семкин